Благодарность за труд. В преддверии Международного женского дня Акимобласти Ерик Султанов поздравил с праздником представительниц старшего поколения. Каждый вручил подарки. Вместе с главой региона в гостях у хранительниц семейного очага побывала и моя коллега Ирина Панфилова. С самого утра у многодетной матери Кульке Убакировой полный дом гостей, а стол ломится от угощений. Здесь всегда всех встречает радушно. В преддверии 8 марта навестить вдову инвалида войны обещал глава региона Ерик Султанов. Время до встречи еще есть, поэтому Кульке Апа охотно беседует с журналистами, делится радостями и горестями жизни. Семья враг народа. Когда отцу забрали, нам спокойнее не давали. Нашу семью. Тоже хотели отправить Карла, маму искали. Лицу спрятили, чтобы нас не нашел. Вместе с супругом Аскаром Кульке Апа воспитали 12 детей. Каждому смогли дать достойное образование. Мама насучила трудолюбие. Прививала к работе. Постоянно стараемся, чтобы она всегда была здоровая. Праздник международный, женский день. Мы, наверное, в первую очередь поздравляем маму, потом уже остальных. Обычно здесь все собираются дети. Кульке Апа с радостью принимает подарки от главы региона Ерика Султанова. Букет роз и корзину с фруктами и сладостями. А дальше душевная беседа. Я приехал специально для того, чтобы поздравить вас с праздником. Желаю вам здоровья, благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут ваши близкие. Ерик Султанов интересуется здоровьем пенсионерки. Рассказывает о развитии северного края. Кульке Апа эта тема интересна. Она пишет стихи, посвящает их любимому городу и президенту. В благодарность за внимание в прошлом году Нурсултан Назарбаев отправил ей в подарок холодильник. Уже заждались Ерика Султанова и в этом доме. Гостей Анна Васянова, она ветеран войны, всегда встречает при полном параде. Считает ухоженной и элегантной, женщина должна оставаться в любом возрасте. Тем более в канун весеннего праздника. Мы отвечаем у меня, потому что я не выходная. Тут, наверное, не все, потому что все на работе. Ерик Султанов желает фронтовику здоровья и обещает прийти на столетний юбилей. Хороший праздник сейчас. Я хотел поблагодарить вас за вашу мудрость, опыт, которым вы всегда делились и делитесь. Такая биография у вас. Вы прошли фронт, после войны еще работали. В годы войны эта хрупкая женщина трудилась в военном госпитале, была ординатором хирургического отделения. Не сняла белыхалат Анна Акимовна и в мирное время посвятила свою жизнь медицине. В Северном Казахстане осталось всего 212 ветеранов войны. Больше половины из них живут в Петропавловске. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, Новости МТРК.